Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова а также наш знаменитый тяжелоатлет Олег Чен и его тренер Петр Курбацкий дали большую пресс-конференцию о спорте на курорте. Сказки для взрослых, подставка для яиц, очки и ключ могут стать героями истории 13-ти кубанских авторов. До курортного сезона осталось чуть больше месяца. Работы по подготовке города к этой жаркой во всех смыслах паре активно ведут все коммунальные службы. На улице Крымской на каждом перекрестке наносят яркую пластиковую дорожную разметку. Работы ведутся ежедневно. Новая разметка хорошо заметна в любое время суток и долговечна. Согласно новым требованиям ГИБДД, на всех пешеходных переходах нанесут бело-желтые полосы. На перекрестке улиц Крымская и Краснодарская уже новая дорожная разметка в пластиковом исполнении. Этот материал служит дольше, чем краска. Пластик наносят шпателями, посыпают стеклянной крошкой. Стекло отражает свет от фар автомобилей в темноте. Такие пешеходные переходы видно издалека даже в темное время суток. На новшество всегда это хорошо. А для нашего города, это же город-курорт, еще лучше. Мне очень нравится желтый цвет. Это символ нашего солнечного города. Высыхает новая дорожная разметка за 8-10 минут. Желто-белые пешеходные переходы украсят все перекрестки дорог на улице Крымской через 2-3 дня. На центральной улице курорта сотрудники предприятия «Светосервис» красят опоры линии электропередач. Специалисты начали работать 23 апреля. Планируют завершить объем через 3 дня. К другим темам. Безопасность на курорте – залог отличного отпуска гостей и спокойной жизни анапчан. Готовность служб и систем жизнеобеспечения города, предприятия санаторно-курортной отрасли к майским праздникам и летнему сезону обсудили на Совете безопасности в администрации Анапы. Подготовка систем жизнеобеспечения всех городских служб и предприятий санаторно-курортного комплекса к работе в режиме повышенных нагрузок должна быть завершена к 1 июня. Такую задачу поставил Сергей Сергеев на совместном заседании Антитеррористической комиссии и Совета безопасности при главе города-курорта. Для этого, как и в прошлые годы послал начальника полиции Андрея Рапа, будут привлечены полицейские из других регионов в количестве 210 человек, помощь которым будут оказывать народные дружины и казаки. Немногие муниципалитеты в крае могут доложить о том, что за счет местного бюджета содержат дополнительную численность казачьей дружины. Мы сегодня содержим 40 человек дополнительно к тем 50, которые у нас содержатся за счет краевого бюджета. В местах массового отдыха будут установлены 4 дополнительных стационарных поста. Также до 1 июня руководителям анапских здравниц необходимо утвердить паспорта антитеррористической защиты, отвечающие всем современным требованиям. Как доложил заместитель главы Сергей Козлов, начиная с майских праздников в аэропорту и на железнодорожном вокзале будет усилен охранный режим. На въезде в город ужесточен контроль автотранспорта. Во всех здравницах Анапы регулярно проводится мониторинг антитеррористического состояния, отметил исполняющий обязанности начальник управления по санаторно-курортному комплексу Станислав Амилаенко. 221 предприятие имеет систему видеонаблюдения. В санаториях и пансионатах, равно как в школах, детсадах и больницах, установлены тревожные кнопки. Отдельной темой на совещании прозвучала готовность курорта к майским праздникам. На дежурство в эти дни выйдут дополнительные наряды полиции, а все предприятия жизнеобеспечения переведены на усиленный режим работы. На контроле соблюдение миграционного законодательства и общественный порядок. Профилактические мероприятия на территории Анапы проходят по распоряжению губернатора Кубани. О первых результатах рейдовых мероприятий доложил участвующий в заседании антитеррористической комиссии секретарь Совета безопасности Краснодарского края Николай Малюк. За неделю с небольшим мы отработали 9452 квартиры и 12346 частных омолодений. 292 объекта гостиничного санктона по области. В отделу выполненных дел за различные правонарушения доставлено 137 иностранных гражданина. Раскрыто 5 преступлений. В отношении правонарушения составлено более тысячи административных протоколов. В том числе за нарушение миграционного законодательства 129. Судами принято 72 решения о выгновении иностранного гражданина за гражданин Российской Федерации. 21-го выявлено в Кутер-Заях 6 граждан Узбекистана. Поселок Сухо. 23 гражданина Узбекистана и 1 гражданин Армении. Станица Тастанграевского. 3 гражданина Узбекистана. 7 граждан Молковы. О борьбе с незаконной миграцией глава курорта говорил и на общегородском планерном совещании. От результатов этой работы зависит безопасность гостей и жителей Анапы в курортный сезон, подчеркнул Сергей Сергеев. Развитие массового спорта и поддержка чемпионов. На пресс-конференции мэр Анапы Сергей Сергеев обозначил приоритетное направление развития спорта на курорте. Беседа с журналистами местных и краевых СМИ прошла в конференц-зале санатория «Старинная Анапа». Ровно в назначенное время в конференц-зал вошел глава города Сергей Сергеев и задал тон пресс-конференции. Живое общение с представителями печатных СМИ, телевидения, интернет-порталов города и края. Конференцию начали торжественно поздравлением. Новую победу и очередное золото с чемпионата Европы в Израиле Олег Чен посвятил маме. Глава города лично поздравил спортсмена и тренера Олега Петра Курбацкого. Мы одни из немногих муниципальных образований в крае, которые помогают материально за достижение высоких спортивных результатов. Я вам вручаю сертификат на денежную сумму Олегу Борисовичу. Я думаю, он распорядится им по своему смотру. Поздравляю. Петр Петрович, вас, конечно же, за то, что вы вас много делаете для прославления города Курбацкого. Спасибо. Действующему чемпиону Европы по тяжелой атлетике присвоено звание «Заслуженный мастер спорта России». И это первый случай в истории города-курорта, когда анапчанину достоин такого звания. Сергей Балович, позвольте, буквально недавно пришло удостоверение Олегу Борисовичу Чену, подписанное министром физической культуры и спорта Российской Федерации МОТКО. Заслуженного, вручаю удостоверение, заслуженного мастер спорта России. Это впервые в нашем городе какого-то страна. Больше не было. Олег Чен – вице-чемпион мира 2011 года, чемпион Европы 2013 и 2014 годов. Приятный в общении, спокойный и очень скромный. Это отметили все журналисты. Но это после конференции. Во время журналисты задавали самые разные вопросы. Когда вот такие встречи, напоминания, конечно, спасибо, хочу поблагодарить, потому что очень приятно, что такое внимание уделяете. Вот от этого тоже есть результат, когда знаешь, что тебя дома ждут и поддерживают. Честно, в Анапу переехал, и у меня здесь результат вырос. Я уже не первый раз говорю, как мы с Пётром Петровичем начали работать, три года. Вот эти три года мы вместе добились, но это мало, я считаю, даже не все, на что мы способны. Будем идти вперед, еще впереди чемпионат мира, олимпийские игры. В планах чемпионат мира в Казахстане через полгода и мечта каждого спортсмена – олимпийские игры в Рио в 2016 году. Залог успешных выступлений спортсмена, тренировки, постоянная работа. Секретом успеха Олега поделился тренер Петр Курбацкий. Каждая победа его подопечного и его победа. Олег – настолько дисциплинированный спортсмен. У него есть дух, характер. Это неизменные черты для тяжелой атлетики, без этого ты ничего не поднимешь. Есть талантливые люди в плане сложный хорошо. Как тренер начинаешь выбирать мальчика и думаешь, вот он пойдет. А потом оказывается у него характера нет или еще что-то. А вот это очень сложно, когда все есть. У Олега, я считаю, в этом плане мне повезло очень как тренера. Сергей Сергеев, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о планах развития массового спорта на курорте, о появлении новых секций и вводе новых спортивных объектов. На Симферопольском шоссе на въезде в Анапу возведут спорткомплекс. Под одной крышей ледовый дворец и современный плавательный бассейн. Для строительства используют уже применявшийся проект или закажут новый, учитывающий особенности анапского грунта и рельефа. В реализации этого важного для Анапы начинания помогут краевые власти. Прозвучал вопрос о развитии парусного спорта. Власти Анапы намерены возродить этот вид, и первые соревнования уже прошли. Новую жизнь вдохнули футбол на курорте. Созданная по инициативе мэра команда Анапа уже уверенно заявила о намерении побеждать на соревнованиях. Петр Курбацкий оценил профессионально. При заинтересованности Сергея Сергеева в развитии спорта, Анапа поднялась на более высокий уровень, качественно и количественно приумножив спортивные достижения. Сергей Сергеев представил журналистом нового начальника управления по физкультуре и спорту Сергея Ткаченко. И в завершение пресс-конференции подвели итоги. Мэр Анапы Сергей Сергеев предложил чаще встречаться и обсуждать важные для жизни города вопросы. Запретных тем нет. Власти города открыты для общения и обсуждения любых вопросов. Продолжаем выпуск. В городе и сельских округах проходит краевой смотр творческих коллективов на подтверждение и присвоение званий народной самодеятельной и образцовой художественной коллективы. Смотр коллективов проходит один раз в три года в целях поддержки и развития народного художественного творчества, содействия росту исполнительской культуры и мастерства. Номера оценивают члены экспертной комиссии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благотворительный литературный некоммерческий проект «Эксперимент» под названием «Вещь в себе» проводит его группа краснодарских писателей. 13 авторов написали рассказы, посвященные разным предметам. Среди них есть и наш анапский писатель Сергей Левин. Поэт, прозаик, журналист Сергей Левин – единственный автор из Анапы, который участвует в проекте. Его знакомый предложил Сергею сочинить рассказ для благотворительного проекта. Писатель сразу согласился. Сергей Левин – автор трех книг-стихов, одной прозаической, участник нескольких коллективных сборников, признался, сам не считал сколько. Но в таком проекте Сергей участвует впервые. В чем его суть? На барахолке обычный краснодарский человек, лидер нашего проекта Александр Ольшанский, пошел и купил 13 предметов, совершенно не связанных между собой, по цене от 5 до 250 рублей. С помощью генератора свободных чисел Сергею досталась мельхиоровая подставка под яйцо. Рассказ Сергея Левина под названием «Душа и мясо» собрал не один восторженный комментарий читателей. Также 13 авторов написали рассказы, посвященные одному из предметов – ключу, очкам, глининой статуэтки. В самом разном ключе, причем не было никаких ограничений. Это мог быть как фантастический трейлер, так и абсолютно реалистичный рассказ. Ну вот у меня получилось такое мистическое приключение. С 11 апреля в течение двух недель рассказы публиковали на интернет-портале южного региона «Юга.ру», в специальном разделе на афише «Юга» и в социальной сети «Фейсбук». Участвует в проекте писатель «Загадка». Все 13 авторов известны и лишь один сохраняет инкогнито. Обещают, что зрители увидят его на благотворительном аукционе. 26 апреля в Краснодаре в культурном центре «Типография» 13 вещей продадут уже с новой историей, а значит новой жизнью. Все деньги, вырученные от продажи, авторы направят на оказание помощи детским домам Краснодарского края. И это все новости на сегодня. В завершении выпуска прогноз погоды. В пятницу 25 апреля в Анапе будет солнечно. Днем воздух прогреется до плюс 15-17, ночью до 12 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный 8-10 метров в секунду. Атмосферное давление в норме – 757 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте – 13 градусов выше нуля. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова